Если нельзя достигнуть всего, не стоит отказываться отчасти. Поэтому, когда промоутер предлагает подставной бой, некоторые бойцы соглашаются. Ведь лучше одна победа хоть так, чем вообще никакой. Привет, мошнобьющие морские звезды! С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на фейковые бои, которые лучше не видеть. Но нужно посмотреть, чтобы знать, как выглядит рейслинг, который называют поединком насмерть. Живой осел лучше мертвого философа, а проигрыш великому бойцу даже без денег – уже слава. А если с деньгами, то большего счастья не придумаешь. Возможно, я услышу от вас много критики, но я включил поединок на Сукавы и Мейвезера в список фейковых боев, несмотря на то, что встречались два серьезных бойца. Думаю, про Флойда говорить много не стоит, он это прекрасно делает и сам. А вот на Сукава отличный перспективный парень, и все это шоу, наверное, придумал сам Мейвезер, чтобы, как старая собака, выгребающая даже от дворовых котов, реально не проиграть и не сильно получить. Несмотря на большие ожидания зрителей, бой продлился всего две минуты, за которую Мей заработал 9 миллионов баксов, три раза отправив японца в нокдаун. Многие эксперты разбирали этот бой по кадрам и пришли к мнению, что это была подстава, которую сам Мейвезер назвал показательным выступлением, а Боб Аарун назвал всех, кто покупает билеты на такие спектакли, придурками. Как извинениями нельзя наполнить желудок голодного, так и раскаянием не вернуть деньги зрителей, потраченных на пиво и чипсы перед боем, от которого ты ждешь мясорубки 12 раундов, а получаешь какую-то хренатень на 12 секунд. Поединок между Дэнни Грином и Полом Бриксом закончился самым фантастическим нокаутом, который вам придется увидеть в боксе. Уже на 28 секунде этого невероятного поединка Брикс упал на канвас в полуживом состоянии, еле стоя на коленях. Сначала никто не понял, что случилось, может плохо стало мужику, или по дороге на бой съел беляшу с трёмной бабки, но все оказалось гораздо проще. Феноменальный левый джеб от Грина, обладающий силой Супермена, отправил Пола в нокаут. Я, конечно, не знаю, как вы, но я думаю, что Грин положил в перчатки подкову, на удачу и чтобы наверняка. Так как упасть от джеба, который был выброшен с места, который прошелся вскользь, да еще и в лоб, может только девочка-первоклассница, учитывая, что ее ударит такой тяж, как Грин. Кстати, на счету Грина это уже не первая сомнительная победа. А что, пацан к успеху идет. Живая собака лучше мертвого льва, а купленная победа над топовым бойцом лучше, чем проигрыш в честной борьбе и реанимация. Именно так подумал Токара, выходя на бой против Колмана. Это было настолько завораживающее зрелище, что даже комментаторы были в шоке от происходящего. У Колмана было кучу возможностей наносить удар и забирать доминирующую позицию в партере, чтобы проводить болевые или удушающие, или тупо добивать. Но он боролся так, как будто первый раз пришел в зал на тренировочную схватку. А проиграл отличный грэплер болевым на пятку, несмотря на то, что Токара и в стойке и в партере работал далеко не лучшим образом. Из кувшина можно вылить только то, что у него налито, а судить бой можно только потому, что мы видим. Второй бой между Мухаммедом Али и Соней Листеном до сих пор считается одними из самых спорных. Как вселенский вопрос о том, что появилось в начале, курица или яйцо не дает спокойно спать лучшим умам человечества, так и споры о том, был ли этот бой подставным, не дают покоя экспертам. Сам бой проходил вполне нормально. Али двигался как бабочка и жалил как пчела, а Листен давил его как носорог и бил как кашалот. Но в одном из моментов Листен делает скачок вперед и выбрасывает двойку, которую Али проваливает и на отходе выбрасывает правый прямой, от которого Соня и упал. Именно этот удар и стал главным сомнением и пятном в биографии Али. Эксперты утверждали, что он был слишком слаб, чтобы оказаться нокаутирующим, учитывая то, что Листен никогда не был в нокауте, а в нокдаун падал всего раз. То есть с держалкой у него было все отлично. Но также есть мнение, что несмотря на внешнюю слабость, удар был брошен навстречу, что дало ему дополнительную силу в виде движения самого Листена. В общем, каждый остался при своем, а вы делайте выводы сами. Когда промоутер говорит сдать бой, нужно слушать только свое сердце и шум ветра на закате. Но в основном в ушах слышно только хруст зеленых банкнот. Поэтому нам, диванным бойцам и специалистам в единоборствах, приходится наблюдать такие отчаянные бои без правил, как бой Дэна Северна в черных шортах и Шенана Рича, лысого бойца в желтых перчатках. Сразу бросается в глаза огромная разница в антропометрии бойцов. Северн гораздо больше и мощнее Рича. Но это нам дает надежду на кровавый бой, в котором гигант будет мощно бить и бросать, а мелкий быстро двигаться и пробивать молниеносные серии. Но не раскатывайте губу, это не про наш бой. В этой феноменальной мочиловке здоровяк тупо зажимал в канатах, делал что-то похожее на бросок, потом ложился сверху и просто лежал. Не бил, не пытался сделать болевой, а просто лежал. Наверное, его тактика заключалась в том, чтобы мелко востошнило держать такую тушу на себе, и он сдался. Но, как говорится, женитьба – это радость на месяц, а горе на всю жизнь. Так и этот бой для бойцов. То, что они начали исполнять во втором раунде, тяжело было отнести даже к рестлингу. Феноменальные удары, которыми не убьешь даже комара, махались направо и налево в партере. Но мужики хоть начали бить, и то хорошо. Наверное, менеджер сказал «давайте шоу, а то лежите как тюлени». А дальше начались феноменальные лоу-кики от Рича, от которых Северн так подкашивался и хромал, что чуть не падал, держась руками за канвас. Конечно, вам могло показаться, что такими лоу-киками и кота с табуретки не прогонишь, попрощавшись со своей сосиской. Но наверняка Рич подключался к вселенскому потоку чий и всаживал удары, наполненные внутренней силой. В общем, весь бой все ожидали, что вот-вот будет развязка и малыш победит, ведь он считался андердогом, а значит ставки на него были больше. А здоровяк дрался так, как будто не знал, когда ему сдаваться – пораньше или время потянуть. Но мужики обыграли всех, и бой закончился тем, что здоровяк Северн задушил малыша Рича своим тузом. Правда, я так и не понял, зачем было три раунда показывать этот мега-файт, если бы Северн при желании и так мог выиграть. Пишите в комменты, за сколько чебуреков с пивом вы бы согласились выйти в ринг и красиво с кувырками и сальто постелиться в нокаут. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Обмазывающий сень! Атака слева, атака справа, атака слева, атака справа. Это называется лепить. Наши упражнения, секретный комплекс упражнений по медитации. Старайтесь эти упражнения, значит, не светить нигде. Шарики солнечные. Старил. Какой идиот будет вот так вот на раз идти? Нет, вот так я набегу, да. Вот я стою на дистанции. Успевайте. Успевайте. Успели? Хоть один раз идти. Ничего не успевайте. Это убитка. Успех. Успеш-ше. Успеш-ше. Продолжение следует...